В наш век фотокамер в мобильных телефонах, количество людей, которые любят снимать на фотоаппарат, не только уменьшается, но даже возрастает. Свои художественные замыслы фотографы-профессионалы и любители реализуют в самых разных жанрах. Эта выставка представляет работы 12 женщин-фотографов, которые живут и творят в нашем городе. У нас ежегодно проходят фотофестивали на базе нашего государственного исторического музея Южного Урала. На этом фотофесте постоянно на нашем мероприятии среди авторов, участников половина, может чуть-чуть меньше, это женщины-фотографы. Но поскольку фестиваль проходит менее чем месяц, и площадка все-таки, так сказать, в музей не все ходят целенаправленно, мы решили из галереи выйти на нашу пешеходную зону Кировка, где очень много народу гуляет, и где фотография будет востребована, ее будут увидеть. Выбрали мои лучшие работы, это вот «Дикая природа», «Астрахани». Я даже не знала, какие выбрали, вот только сейчас увидела. Многие, я думаю, хотели бы поучаствовать в выставке на Кировке, но не все сюда попадают со своими сынами. Поэтому участвовать в этой выставке именно для меня третий раз – это большая честь. Моя фотография, скорее, это не репортажная съемка, а я делаю натюрморту. И натюрморту для меня – это возможность выразить свои эмоции. Понять, что в голове у женщины мужчины пытаются не одно тысячелетие. В этом смысле фотография, безусловно, раскрывает внутренний мир автора и позволяет узнать чуть больше того, что на поверхности. Я знаю, что женщину, наверное, лучше и тоньше все-таки поймет женщина. Я очень хочу себя позиционировать как все-таки портретный фотограф, портретист именно женский. Раскрыть женскую натуру, женскую красоту – для меня это очень важно, очень ценно и очень такая благодатная для меня почва. Все фотографии были сделаны, можно сказать, случайно. Одна из фотографий сквозь лабиринт была сделана в процессе фэшн-съемки. Получилась художественная фотография. Одна из фотографий была сделана просто в гримерке при подготовке к концерту на фоне обычной покрашенной стены, тоже совершенно случайно. Ну вот, в основном, такие снимки, которые не ожидаешь сделать, попадают на выставки. 12 авторов, 40 работ – так выставка «Женские штучки» выглядит в цифрах. Но если говорить об эмоциональной составляющей, то мыслей, образов и ассоциаций окажется в сотни раз больше. Продолжение следует...